Какой статус может получить в следующем году Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица? В недавнем прошлом училище имени Веры Мухиной. Дело в том, что в проекте нового федерального закона об образовании отсутствует понятие академии как вида высшего учебного заведения. Документ предусматривает только колледж, институт и университет. Причем высшее образование всех уровней получают только выпускники университетов. В академии имени Штиглица всерьез опасаются того, что их разжалуют в институт и размышляют о том, чем грозит принятие такого решения. Еще в студенчестве Алексей Абакумов начал работать в русском музее и с головой ушел в изучение живописи 18 века. Талантливому выпускнику Мухи музейщики предложили штатную должность научного сотрудника. Только поэтому с карьерой преподавателя аспиранта Абакумов решил повременить. Я работаю на стороне в русском музее, но преподавание мне кажется тоже достаточно интересно. По крайней мере большинство из моих друзей, которые учились на отлично, которые закончили академию, у них большое желание пойти в аспирантуру и возможно продолжить преподавание. Алексей, возможно, один из последних выпускников Академии Штиглица, кто сможет получить престижную преподавательскую должность. Пусть даже в дипломе у них будет написано бакалавр или специалист. Несмотря на то, что эти категории относятся к высшей школе, они не имеют права преподавания в высших учебных учреждениях. То есть лучшим случаем мы сможем преподавать в колледжах, в художественных училищах, в школах. Все дело в проекте нового закона об образовании. В нем не нашлось места академия. И значит этим учебным заведениям придется в лучшем случае срочно стать университетами. Если мы не поборемся за свой статус, мы можем, конечно, получить, может быть, и то, чего мы боимся. Статус института, практически не имеющий возможности давать высшее образование. Институт готовит выпускников-специалистов и сейчас. По статусу они приравниваются к магистрам. Но с нового года изменятся учебные планы. В институтах сократят количество учебных часов, а это сильно ударит по выпускникам мухи. Очень ценят наших реставраторов, но платят им в два раза меньше, потому что у нас нет магистрского диплома. А наш диплом специалитета, они, конечно, признают, но вот платят почему-то в два раза меньше. Преподаватель Татьяна Горбунова опасается. Новый законопроект об образовании нанесет непоправимый удар не только по академии, по всей российской науке. Под угрозой развала сильнейший на Северо-Западе диссертационный совет. Сегодня у нас защищаются и эрмитажники, и русские музеи, и репинцы из всех городов страны. Что будет, если не будет вуза, ну, наверное, это катастрофа. Но в академии все же надеются на лучшее, а на законопроект пытаются повлиять. Пишут обращения в Министерство образования и правительство. А в ноябре проведут международную конференцию «Искусство 21 века». И попытаются привлечь на свою сторону защитников со всего мира. Ведь выпускники мухи работают во многих странах. Преподаватели считают, уникальный опыт нельзя уничтожить. И более того, прославленной академией имени барона Штиглица нужно предоставить особый статус. Хотя бы по случаю внушительной даты. В следующем году вуз отметит 135-й день рождения. Андрей Курицин, Дмитрий Херстанов, Марк Полухинских, Петербург.